Всем привет, с вами Котик Том и канал Страна Игрляндия. Ну вот, как всегда, Том, ты хотя бы для приличия сначала поздоровался бы. Ладно, шоколадный зайчик ты наш, пойдем на кухню. Сейчас дадим тебе универсальное мегазелье. Оно сию секунду же удалит все нужды. О, а ты случайно перчика не хочешь? А, я поняла, тебе сейчас не до него. Ну, потерпи немножко. Фух, а вот и нужное нам зелье. Оно и в самом деле волшебное. За одну секунду повысило все показатели на 100%. Кстати, ребята, одна наша подписчица попросила меня поиграть маленьким Томом. И сейчас мы нашего Томика превратим в малыша. Итак, отправляемся в магазин за специальным зельем. Сейчас наш взрослый Том возвратится снова в детство. Что ж, покупаем детское зелье за 250 золотых монеток. И на всякий случай сразу же возьмем взрослое зелье, чтобы вернуть его в привычное состояние. И не знаю еще зачем, я купила зелье голода. Вдруг пригодится, мало ли что. Ну что, Том, ты готов к экспериментам? Сейчас посмотрим, что произойдет. Оба-на, наш Томик стал малышом. Ну, а вот это зелье попробуем дать Флипу. Вдруг он вырастет. Но не тут-то было. Флип отказывается выпивать волшебные зелья. Эй, Том, ну ты чего расселся? Давай вставай. А интересно, маленький Том тоже умеет летать? Вот ему везет. Я думаю, каждый бы хотел узнать секрет, как научиться летать. Ух ты, какие у него получается вытворять трюки. Упс. Бедный Томик, я надеюсь, он не сильно ушибся. Хотя, кто в детстве не падал? Ну, а сейчас взглянем на конвертик. Отлично, нашему Тому просто так, совершенно бесплатно. Тысячу зеленых токенов, 10 золотых монеток. И за 60 копеек 5 продуктов. Классное сегодня было предложение. Ну, а сейчас, Том, давай с тобой полетаем на волшебном кексе. Если, конечно же, ты его еще не съел. А нет, этот летающий аппарат готов к воздушным путешествиям. Ну что, отправляемся в сладкую сказочную страну. Выбираем пряничную коробочку и возвращаемся домой. Для того, чтобы проверить ее содержимое. Ух ты, сколько сладостей. Главное только, чтобы Том не объелся. Также нам попало 20 золотых монеток, 25 звездочек и... Та-дам! Полосатый розовый сундук. Если бы я знала, что он попадется, то в прошлый раз бы не тратилась и не покупала его. Ну ладно, Том, ты только не огорчайся. Думаю, что в этот раз нам с тобой больше повезет. И снова за призами мы отправляемся в конфетное царство. Давайте посмотрим, какие призы нам попались на этот раз. Ну, морковка и перец это не так интересно. 20 золотых монеток, еще 30 звездочек. И вот она, самая главная карта. Шоколадный шкаф. Вау! Обязательно этот шкаф поставим в спальню Тома. Какой же он классный. Особенно клубничка наверху. Вот интересно, он съедобный или нет? Супер, какая обалденная кровать из желе. Только жаль, что жутко дорогая. 1600 звездочек. У нас, к сожалению, столько нет. Ну а у новых розовых обоев из глазури вообще сумасшедшая цена. 3200 звездочек. С ума сойти. Ну и деньжище. К сожалению, у нас пока столько нет. Поэтому, Том, придется тебе потрудиться. Давай еще слетаем за призами. Только на этот раз выберем другую пряничную коробочку. А ну-ка, посмотрим на карты. Еще 4 дополнительных продукта. Также 5 золотых монеток и 20 хрустальных звездочек. И это что? Снова унитаз кекс? Эх, дубликат. Продаем и получаем взамен 15 звездочек. Ой-ой-ой, ребята, похоже, что наш Томик заболел. У него не только сопли, он еще и чихает. Нужно срочно его вылечить. Кстати, друзья, поздравляю всех с первым днем зимы. Ну а Тому я решила дать ложечку меда. Но для выздоровления этого оказалось мало. Нужно дать ему еще таблетки, от которых наша вредина отказался. Так что пришлось ему сделать укол. А вот вы, ребята, одевайтесь потеплее, чтобы не простыли, как Том. А раз уж наш Томик выздоровел, значит можно отправиться в очередной полет. Ведь у него столько желаний и столько соблазнов, что даже мы не успеем все его мечты осуществить за один день. Посмотрим, что попалось на этот раз. Как обычно, 4 вкуснейших продукта, 20 золотых монеток, 15 звездочек и... Та-дам! Вау, конфетные очки! Ну что, Том, пойдем примерять обновку. Супер! Как же они ему идут! Он даже запрыгал от радости! Видимо, ему эти очки очень понравились. Так что мы еще отправились за подарками. Ну а вы напишите, летал ли ваш Томик на Леденцовый остров. Вот интересно, может к Новому году у Тома появится еще какой-нибудь, к примеру, снежный остров. По-моему, это было бы очень круто. Ю-ху-ху, не может быть! Вот так сюрприз! Все конфеты и торты собраны, и набор завершен. Все эти сладости Тому в подарок. Только я что-то не поняла, чем наш Томик недовольный. А-а-а, наверное, ему не терпится попробовать новый пончик с зеленой глазурью. Давайте накупим их полную корзину. Ребята, а какие сладости вам больше всего понравились? Ну а мы посмотрим, понравится ли Тому этот новый пончик. Ммм, похоже, что пончик просто объеденье. Да и Флип, по-моему, оценил его вкусовые качества. Ну а теперь мы с нашим Томом Бубукой отправимся на террасу. Нужно с ним немножко поиграть, а то он что-то совсем загрустил. Давайте покатаем его на качели. Ну что, накатался? Я вижу, что настроение улучшилось. Думаю, что оно еще больше улучшится, если Том попрыгает на батуте. И да, друзья, обязательно напишите, какие выигрыши Тома вам сегодня понравились больше всего. Если вам понравился больше всего конфетный шоколадный шкаф, напишите цифру 1. Ну а если вам понравились конфетные полосатые новые очки Тома, напишите цифру 2. Ой, что-то Том перекувыркнулся. Ну а если вам припал до души пончик с зеленой глазурью, пишите цифру 3. Так, зайчик-попрыгайчик, по-моему, с тебя на сегодня достаточно. Давай-ка мы с тобой лучше покрутим колесо фортуны. Отлично, флип неплохо постарался. 20 зеленых шетончиков. Но это, конечно же, еще не все. У нас будет пару попыток. На этот раз наш выигрыш составил 10 золотых монеток. Ну и последняя попытка, надеюсь, будет самой удачной. Что ж, неплохо, еще 20 золотых. А кто это у нас сосет палец? Эх, Том, Том, ты же ведь недавно только ел. А давай-ка мы с тобой заглянем в домик для питомцев. И заберем верного твоего друга Асквика на прогулку. Я думаю, что Асквик соскучился за полетами. И тем более, он, по-моему, еще ни разу не был в конфетном царстве. Интересненько посмотреть, что же нам попадется на этот раз. Ребята, по-моему, этот леденцовый остров самый щедрый на подарки. А вы как считаете? Ой, опять этот розовый конфетный ковер. Вот точно такой розовый ковер нам нужен позарез в кухню. Ой, Том, ты что, опять умудрился заболеть? Ну и дела. Только на этот раз я буду пробовать Тома лечить непривычным, необычным способом. А то надоели как-то эти традиционные лекарства. Ой, а ну-ка быстро верните нам нашего Тома. Ух, ну как же хорошо, что наш Том цел и невредим. И с ним все в порядке. Ну а у меня назрел очень важный вопрос. Будем ли мы нашего Тома возвращать во взрослую жизнь? Или пусть еще побудет маленьким и поиграет в детство? Ну, в общем-то, это и все. На этом все. Всем пока и до новых встреч. А мы вот с Томом отправляемся играть в приставку. Продолжение следует...